Благодаря такой кинокамере и её современной электронной начинке вы сможете снять самый высококачественный фильм. Сначала компьютеризированный фрезерный станок вырезает из куска алюминия основной корпус. Затем его сканируют лучом, проверяя, соответствует ли он проекту. Несколько специальных устройств вырезают так называемый фильмовый канал. Он держит плёнку во время экспонирования. Шлифующее колесо завершает процесс обработки. Фильмовый канал полирует на вращающемся обрабане с алмазным напылением. Затем наносит слой клея на направляющую, которая будет прижимать плёнку к фильмовому каналу. Теперь к направляющей приклеивают лентопротяжный механизм. И все соединения закрепляют шурупами. Две фиксирующие оси обеспечивают движение плёнки. Следом идут толкающие зубцы. Рабочий монтирует их внутрь лентопротяжного механизма, по одному с каждой стороны. Зубцы движутся вперёд и вниз. А когда фиксирующие оси отходят, протягивают плёнку по направляющей. Затем оси снова фиксируют плёнку. Это повторяется со скоростью 150 кадров в секунду. На лентопротяжный механизм надевают крышку, чтобы защитить хрупкие части. Теперь рабочий проверяет работу механизма. Следом присоединяет вращающийся вал камеры. Натяжной ремень приводит в действие лентопротяжный механизм. Теперь проводит механический тест, проверяя, синхронно ли работают зубцы и оси. Эта часть камеры называется затвор. Он расположен между плёнкой и объективом. На затвор устанавливают зеркало, которое закрывает его наполовину. Оно отражает картинку, когда оказывается позади объектива. Поверхность обязательно обрабатывают чистящей жидкостью, ведь грязь будет размывать изображение. Вторую часть затвора закрывают защитной пластиной. Теперь затворы зеркала движутся в унисон. У этой модели затвор электронный, так что ему требуется микрочип и крошечные провода с контактными разъёмами на концах. Теперь все части и соединения тщательно проверяют. Сейчас тестируют электронику, чтобы убедиться, что весь механизм, начиная с затвора, работает исправно. Когда все компоненты собраны, их помещают внутрь корпуса. Фильмовый канал фиксируют. Затем аккуратно устанавливают направляющие плёнки. Наконец, прикрепляют затвор. После этого корпус закрывают крышкой, защищающей внутренние детали. Поверх крышки крепят специальные контролирующие устройства. Чтобы вставить фокусирующий экран со стороны объектива, нужен пинцет и твёрдая рука. Последний устанавливается линза. Теперь, когда камера собрана, вставляют кассету с плёнкой. Лёгким движением руки плёнку заправляют внутрь. Лентопротяжный механизм подаётся вперёд, чтобы плёнка двигалась. Вы нажимаете кнопку, и плёнка начинает путешествие по механическому лабиринту. Эта камера отличается высокой скоростью и потрясающими спецэффектами. Всё, что вам остаётся, это скомандовать мотор. Ну и придумать, что именно вы собираетесь снимать.